На Чернореченском шоссе у посёлка Тополева иномарка догнала велосипед, который следовал в попутном направлении и врезалась в него сзади. 16-летний велосипедист от удара опрокинулся на капот Тойоты. Своим телом он выбил ветровое стекло машины. Пострадавшего с подозрением на сотрясение головного мозга ушибами и ссадинами доставили на неотложки в больницу. Этот велосипед оказался в распоряжении юноши всего за сутки до происшествия. Двухколесник молодому человеку дал покататься родственник. За рулём повреждённой Тойоты Кроун полицейские, прибыв на место, нашли нетрезвого молодого человека. Он утверждал, что сел в водительское кресло уже после ДТП, чтобы постеречь чужую машину. Я знакомый. Нет, не знакомый. Он меня попросил идти в машину, присядь сюда. А как зовут водителя? Ой, даже не знаю. Сотрудники ДПС не поверили стандартной отговорки и пригласили подозреваемого на освидетельствование. Однако как раз в эту минуту появился автовладелец, который предъявил документы на иномарку. Мужчина признался, что именно он столкнулся с велосипедистом. Тут же выяснилось, что собственник транспортного средства тоже нетрезв. Своё исчезновение с места ДТП предполагаемый виновник объяснил желанием вызвать неотложку для пострадавшего. Поскольку мужчина не смог дозвониться до скорой, он на своих двоих бегал в село на подстанцию скорой помощи, чтобы сообщить о происшествии. На улице Окружной в результате возгорания надворных построек у деревянного двухэтажного барака сразу несколько жилых домов остались без электроснабжения. Пламя, которое поднималось вверх от бывших дровяных сараев, опалило силовой кабель, подающий электричество к двухэтажке. После замыкания токопровода на электроподстанции сработала реле защиты, и половина квартала погрузилась во тьму. Двое местных жителей заметили возгорание в самом начале. По их словам, огонь разрастался так стремительно, будто постройки были облиты горючей жидкостью. Увидели прям яркое такое сияние. Думали свет, да, либо пожар. Все, прям вы где-то быстро приехали, смотрим. Как раз начинался только угол еще гореть, вообще прям совсем чуть-чуть. Ну и все, ветер поднялся, начали тут это взванивать сразу пожарных, соседи тут поднимали. Огонь грозил перекинуться и настоящий вплотную дом, но этому помешали пожарные. Сами постройки им отстоять не удалось. Сарай сгорели со всем содержимым. Кроме домашнего скарба, в огне сгинуло несколько единиц мототехники местной молодежи.